Доброе утро, дорогие друзья! С вами программа «Про утро» на телеканале ОТВ. И мы ее ведущие Полина Толмачева и Денис Светличный. Просыпайтесь, наливайте себе утренний бодрящий напиток, готовьте себе вкусный и полезный завтрак. А мы с вами поделимся хорошими новостями, зарядим бодростью и позитивом. Ну что, дорогие мои, на календаре 14 сентября, среда, середина недели. С одной стороны, в общем-то, и выходные уже не за горами. С другой стороны, еще достаточно времени, чтобы успеть доделать все запланированные на неделю дела. Учебный год начался, детки пошли в школу, набираются знаний. Товарищ Денис, я подумала, какие же у нас все-таки отличные, хорошие школы. Вот в Подмосковье, но и в нашем округе в частности, потому что они как-то ближе, потому что они здесь. Всегда приятно слушать о отличившихся, скажем так, школах. Особенно приятно знать, что они просто-таки гремят на все Подмосковье. По итогам прошлого года Лесногородская школа в рейтинге подмосковных школ поднялась сразу на 838 пунктов. Она была на 914, а сейчас стремительно просто ворвалась в сотню лидеров и занимает 76-ю позицию. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы подготовили для вас сюжет об этой отличившейся школе. Давайте его вместе посмотрим и возвращаемся к нам в студию. По итогам прошлого учебного года Одинцовский округ в сфере образования продемонстрировал высокие показатели. Лесногородская школа вошла в тройку лидеров по росту областного рейтинга. Раннее учебное заведение находилось на 914 месте. В этом году школа поднялась сразу на 838 пунктов, стремительно ворвавшись в сотню лидеров. И сегодня занимает 76-ю позицию. Основной главной задачей для школы в предыдущем учебном году было, конечно же, зайти в зеленую зону. Нам повезло больше и удалось войти в топ-100 учреждений образовательных Московской области. Конечно же, ученики дали и внесли огромный вклад для того, чтобы школа вошла в зеленую зону. Все золотые медалисты подтвердили свои знания результатами ЕГЭ. Многие выпускники получили более 220 баллов. На протяжении всего учебного года воспитанники лесногородской школы принимали активное участие в различных федеральных и окружных конкурсах. Так, десятиклассник Дубковского отделения Дмитрий Дудченко стал призером Всероссийской олимпиады школьников по технологии, которая проходила в Казани. На высоком уровне находится патриотическая работа. С удовольствием ребята выезжают в близлежащие наши «Авангард» и «Патриот». Проходят там пятидневные сборы. Мальчишки, наверное, уже все старших классов съездили, уже ездят и принимают участие в данном направлении девочки. Столь высоких результатов ребята добиваются благодаря своим наставникам. Мудрость и любовь к детям лесногородских учителей подкреплена современными методиками образования и высоким профессионализмом, которые они регулярно подтверждают на профильных тестированиях. Очень приятно, когда все педагоги и администрация школы работают в одном направлении. И когда вектор задан правильно, то и результат не заставляет себя ждать. Все наши педагоги прошли курсы и тестирование по функциональной грамотности, где показали высочайшие результаты. Многие выпускники поступают в ведущие вузы страны, а некоторые с удовольствием идут в педагогические институты, потом возвращаются в родную Альма-Матер учить подрастающее поколение. Яркий пример Мария Гречухина. В прошлом выпускница лесногородской школы, теперь учитель английского языка. Я работаю в лесногородской школе пять лет. Пришла работать сюда, в новое здание, сразу после окончания университета. Я очень люблю эту школу. Здесь приятная атмосфера, дружный коллектив, замечательные дети. И я с удовольствием прихожу на работу. Любовь педагогов и учеников в лесногородской школе взаимная. Ребята с теплотой отзываются о своих наставниках. Я не знаю. В нашей школе учителя очень хорошие. Они нам дают очень много знаний, они опять же вкладывают душу как директор. Они в нас это вкладывают в наш мозг, чтобы мы запомнили, что мы изучаем, и потом поступили в хороший вуз. Лесногородская школа берет свое начало еще до революции, с 1907 года. Новое, уже третье по счету здание открыли в 2017 году. И сегодня в нем учатся более двух тысяч детей. Здесь имеется два спортивных и актовые залы, бассейн, столовая на 360 посадочных мест и 58 учебных кабинетов, оборудованных современной техникой. И театр в школе существует. Это свои ведущие. Школа вообще автономна. То есть мы сами поем, мы сами танцуем. У нас огромные и прекрасные возможности показывать наши выступления. Наряду с учебой и творчеством воспитанники школы не забывают и о физической культуре. Для занятий футболом, баскетболом, волейболом и легкой атлетикой на территории расположен спортивный стадион с искусственным покрытием, построенный в рамках регионального проекта «Открытый стадион». Немалый вклад в успехи внесла реорганизация образовательных учреждений. С начала 2022 года к Лесногородской школе присоединилась Дубковская школа «Дружба» и несколько детских садов. На сегодняшний день у нас 10 зданий и за всеми нужен, конечно же, и глаз да глаз, и чтобы все было красиво, и чтобы дети стремились прийти завтра вновь, как в садик, так и в школу. Мы очень любим наших деток, наших родителей, наших учителей и будем стараться не опустить планку, заданную предыдущим учебным годом, а только улучшить. Вот такие вот замечательные школы в нашем округе. Но, ты знаешь, Полина, мне все-таки кажется, что это их общая победа и школьников, и педагогического состава, и администрации школы. Ну что, дорогие мои, желаем вам удачи и новых свершений, и побед. Ну а мы продолжаем бороться с осенних Андрой, вспоминая солнечное лето. Смотрим замечательный летний сюжет о том, как проходил фестиваль «Клевер» в парке Раздолье. Фестиваль «Клевер» прошел в парке Раздолье. Девять площадок со всевозможными развлечениями, как для детей, так и для взрослых. Этот фестиваль был задуман как объединение многих площадок, как объединение многих концепций, как объединение детских шахмат, как объединение взрослого баскетбола, как объединение детской художественной идеи. Посетителей ждали мастер-классы, угощения, приготовленные на мангале и в казане, выставка и продажа картин. Дети пробовали себя в роли ведущих и самостоятельно изготавливали леденцы. Для них также организовали аквагрим, подвижные настольные игры. Все гости смогли увидеть показательные выступления спортсменов в Подмосковной Федерации Тэквондо. А любители спорта даже попробовали себя в сдаче норм ГТО и поболели за баскетбольные команды. Здесь у нас мини-чемпионат по баскетболу. Участвуют несколько команд из Москвы и Подмосковья, из Одинцовского района, из Колково, из Красногорска. И чемпионами первого кубка рублевки становится команда «Боти» новой лиги! Победителям вручили кубок и памятные сувениры, а все участники и гости фестиваля получили незабываемые впечатления и лишь положительные эмоции. Как говорится, жить воспоминаниями лета, конечно, приятно, но надо уже как-то перестраиваться и, скажем так, смириться с тем, что наступила осень. Полин, ты как считаешь? Да, я считаю, что да. Поэтому давай, начинай нам рассказывать, чем знаменательен сегодняшний день, 14 сентября. Начну, пожалуй, с гастрономического. Сегодня день поедания сэндвича, большого сэндвича, что очень важно. Предвосхищая вопрос Дениса, да, праздник американский. Вообще, меня эти ребята не перестают удивлять. День сэндвича, ладно, это полбеды. Почему большого сэндвича? Я не понимаю, что есть день маленького сэндвича. Какая логика у них в придумании этих праздников? Потрясающие люди, конечно. Я думаю, Денис, все дело в том, что американцы очень любят большие порции еды. Что же говорить, они вообще поесть любят. Еще, дорогие друзья, еще сегодня национальный день раскрашивания. Этот праздник призван к тому, чтобы уделить время себе и своему творческому началу. Вообще раскрашивание успокаивает нервную систему, избавляет от стресса и, в принципе, очень положительно влияет на весь организм. Ну, вообще, надо сказать, у нас в Подмосковье очень часто проходят акции, на которых всем желающим предлагают порисовать на асфальт, так сказать, выразить свой творческий потенциал мелками прямо на дороге, что называется. Очень часто такие акции и в школах проходят. И вот в подтверждение моих слов я предлагаю посмотреть всем сюжет о том, как подобная акция проходила в одной из школ Одинцова. Называлась она «Экологически образовательная акция. Рисуем зеленый мир и экологию». Давайте посмотрим, я думаю, интересный сюжет у нас получился. И возвращаемся в студию. Добрый день, дорогие друзья! Мы – Эколята, друзья и защитники природы. Я – веселая и общительная елочка. Как вы уже поняли, я очень люблю природу, особенно лес и деревья. В гости к детям из летнего лагеря на базе 17-й Одинцовской школы пришли эколята – сказочные герои, защитники природы. Любовь к своей планете здесь прививают ребятам с младших классов. Так педагоги учат детей бережному отношению к окружающему миру. Занятия на тему экологии проводят регулярно. В рамках любых мероприятий мы стараемся включить вот этот вот момент, момент экологии. Потому что на данном этапе нашей жизни это очень важно, актуально. Нам важно научить детей любить природу, чтобы они понимали, как можно ее защитить, как можно беречь природу. Акцию провели в игровом формате. Праздник начался с веселого флешмоба, благо погода позволяла. Дети веселились и с удовольствием повторяли танцевальные движения за эколятами. Младшеклассники, несмотря на свой юный возраст, уже серьезно относятся к экологии и стараются заботиться об окружающей среде. Я очень люблю нашу планету за то, что на ней есть всякая живая природа, то, что на ней есть деревья, на то, что там можно собирать грибы. Всем понятно, что такое земля, потому что это наша жизнь, это наша планета. Если бы ее не было, то мы бы все не существовали бы на земле и вообще бы никого не появилось. Надо ухаживать за деревьями, ухаживать за животными, ухаживать за птицами. Не нужно рвать цветы, не надо мусор выкидывать на дорогу и не надо загрязнять пруды. После игры-разминки все дружно отправились рисовать на асфальте. В рамках просветительской акции «Рисуем зеленый мир и экологию» ребятам предстояло нарисовать то, с чем у них ассоциируется планета Земля. Площадку подготовили заранее. На школьном дворе цветными мелками уже была изображена огромная планета. Дети творчески подошли к заданию. И на планете появились дома и леса, реки и озера, животные и цветы. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Ну что ж, необычные праздники сегодняшнего дня на этом не заканчиваются. Сегодня отмечают такой оригинальный праздник, как День слушания осенних шорохов. В этот день каждому полагается отвлечься от суеты и рутинных дел, уделить время себе и насладиться красотой обыденных вещей. Ты знаешь, Поль, я бы назвал этот праздник немножко по-другому. Ну не день шорохов осенних листьев, а день шуршания осенними листьями. У меня была одна знакомая, она мне звонила и говорила, пойдем в парк погуляем, листьями пошуршим. Поэтому, друзья мои, да, действительно, хороший повод отправиться куда-нибудь в парк или в лес и пошуршать осенними листьями. Я думаю, что нам никому это не будет лишним, тем более, что это очень красиво и действительно успокаивает нервы. Поэтому торопитесь все в парке шуршать осенними листьями, а то время летит так незаметно, что не успеешь оглянуться, а под ногами уже не шорох листьев, а скрип снега. Да, и придется уже шуршать сугробами. Скрипеть сугробами, да. А вот какое любимое время года у наших жителей, мы сейчас узнаем. Смотрим рубрику «Про опрос». Всем привет, это рубрика «Про опрос». Зима, весна, осень, лето – все они необъятны и очень красивы своими красками. Но что именно любят наши граждане, давайте узнаем прямо сейчас. Какое самое любимое время года? У меня лето. Почему лето? Ну, потому что тепло, солнышко. А вот осень, она же всегда такая красивая, такие краски у нее. Почему лето? Я не люблю холод. Любите больше жару? Да. Такая, как была в этом году? Ну, да. Вот прям плюс 30, плюс 35, плюс 40, плюс 45. Ну, не под солнцем, конечно, вот синечки летом, да, хорошо. А вот мне осень так резко холодно стало, мне особо нравится. А вам? Мне зима. Почему зима? Потому что, наоборот, холодно и неприятно лето, скажем так, дискомфортно. Мне кажется, наоборот, обычно зимой как-то. Не, мне наоборот комфортнее именно зимой. Весна. Почему? Природа расцветает, мне очень нравится. А почему весна? Почему не лето или не осень? Осень же тоже полна своими таким красками. У меня день рождения весна. Любимое время года – весна. Почему весна? Все цветет, птички поют. Природа не только оживает, но и размножаются цветы. Из-за этого жизнь очень пробуждается. А лето? И лето хорошо, и осень хорошо, и зиму я люблю. Ну, вы сказали любимое, я вам назвал любимое. Лето. Почему лето? Потому что там мой день рождения, и нету школы. Мне кажется, самое любимое время для детей. А еще какое? Может быть, осень или весна, потому что все расцветает? Ну, тогда еще зима. Почему зима? Новый год? Новый год, и я люблю снегу играться. Ну, независимо от того, какое время года на дворе, мы в нашей программе «Про утро» продолжаем делиться с вами хорошими новостями и полезными советами. Возвращаемся к дню 14 сентября. Помимо праздников, которые празднуются в этот день, не всегда логичных американских праздников, сегодня еще дни рождения у очень знаменитых, известных людей. Вот, например, сегодня родился русский электротехник, изобретатель, военный инженер и предприниматель Петр Николаевич Яблочков. И родился он аж в 1847 году. Также 14 сентября празднует день рождения политика, государственный деятель, между прочим, третий президент Российской Федерации. Да-да, я думаю, что все догадались, что речь идет о Дмитрии Анатольевичем Медведеве. Дмитрий Анатольевич, поздравляем! А еще в этот день родился советский и российский телеведущий, диктор телевидения, народный артист Советского Союза Игорь Леонидович Кириллов. Человек-легенда, которого уже, к сожалению, нет с нами. Игорь Леонидович ушел в 2007 году, но его голос навсегда останется знаменем эпохи советского телевидения. Внимание! Внимание, товарищи! Передаем новогоднее поздравление советскому народу, Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР. Ну что, дорогие мои, сегодня у нас в гостях известный театральный столичный режиссер Дарья Николаевна Попова. Здравствуйте, Даша! Доброе утро! Здравствуйте! Не будем скрывать от вас, я с Дарьей Николаевной знакомый, достаточно давно знакомый, даже имел честь участвовать в ее постановках. Поэтому мы сегодня поговорим о многом, и о вашем творческом пути, и, конечно же, поговорим о спектаклях, которые вы поставили. И вот я вижу, вы даже какой-то реквизит сегодня принесли к нам в студию. Да, это рояль в кустах, это содержание дамской сумочки. Содержание? Мы к этому позже перейдем. Времена сейчас у нас сегодня такие непростые, поэтому лучше ходить с мечом, кинжалом и в короне. Да, ну ладно. Дарья Николаевна, ну, во-первых, расскажите нам о своем творческом пути. Я думаю, что нашим зрителям это будет интересно. Я просто раскрою секрет, ведь по образованию вы хореограф. Как случился театр в вашей жизни? Почему театр? Почему вы пришли в эту профессию? Ну, не совсем хореограф, потому что есть разница. По образованию я балетмейстер, режиссер музыкального театра. Хорошо, ладно, тогда как из музыкального театра вы попали в драматический? Это случилось, когда я училась еще на третьем курсе института. После балетного училища я поступила туда же к заведующему кафедрой Юрию Николаевичу Григоровичу, нашему великому русскому балетмейстеру. И как-то так случилось, что мой непосредственный педагог, профессор Майоров, отправил меня на практику. Говорит, ты что сейчас делаешь? Я говорю, домой иду. Говорит, нет, не домой, едешь ты в театр на Таганке, у тебя там практика. Говорит, просто мне некогда, а у меня там постановка. Какой театр? Ну, я, конечно, знала, что такое театр на Таганке, но он же драматический. Там же вот такие вот драматические актеры ходят, они даже не в трико, не в пуантов нет. Думаю, ну, он говорит, будет дипломная практика. Я говорю, да мне до диплома еще два года. Говорит, знаешь, преддипломная. И вот так я попала в театр, и где-то через неделю любовь на всю жизнь. Такая первая, первая осознанная любовь, единственная неповторимая с драматическим театром. И дальше уже там было много-много всего. Ищукинское училище, и преподавание, и... Ну, это как было? Сначала вы ставили, да, какую-то хореографию в драматических спектаклях. А вот мне интересно, как появилась в вашей жизни именно вот режиссерская стезя драматического режиссера театрального? А это благодаря Щукинскому училищу. Потому что придя туда, как бы на курсах, на которые я... Вот вообще у меня такой первый курс, с которым оказалось очень много связанный, поворотный для моей жизни. Это был дипломный курс Алсаны Казанской. И с курса, кстати, очень много знаменитых артистов вышло. И я ставила танцы в дипломных спектаклях. А потом другие педагоги, педагоги-режиссеры, наверное, что-то во мне, то есть, а так как у меня все-таки образование именно режиссерское, то есть другое дело специфика, балет или драматический театр. И они мне говорят, давай, вначале там, давай пополам акты. Вот тебе первый и третий акт, я там второй и четвертый. Давай еще, потом мне дали. Первая у меня такая была самостоятельная постановка, это свадьба Позощенко. Мне ее доверили на курсе Шлыкова. И вот это было... Уже как драматическому режиссеру, да? Да, да. Скажите, извини, просто сразу, как говорится, в догонку вопрос, а с кем проще работать, с балетными артистами или с драматическими? Ну, для меня был такой переход сложный, потому что, с одной стороны, драматические артисты, конечно, с ними в разы интереснее. Но в плане отсутствия дисциплины, в плане избытка темперамента, к которому я не привыкла была в юности, для меня это было очень странно. То есть балетный артист, он не спрашивает, балетный артист не разговаривает во время репетиции. Это не значит, что он безучастен, он очень много может предлагать, давать, но вот каких-то рефлексий у него в десятке... Ну, потому что век... Но он не совсем разговаривает и во время процесса, как говорится, самого спектакля. Да, он просто танцует. А потом век балетного артиста очень краток. И очень рамки узкие. Все, 38 лет пенсия, ну хорошо, мега-звезда, уникальный талант, 40-42. Для многих драматических артистов 40 лет жизнь только начинается. Они только приобретают форму. Разыгрывают, только получают до роли, те, которые они хотят. То есть, например, что касается актеров-мужчин, то большинство из них с 40 годам только, наконец, приобретают... А что вы на меня смотрите? А вот я дату. Ну, потому что у нас Денис актер, и мне кажется, вот как бы его актерский расцвет, мне кажется, вообще режиссеры должны сейчас пользоваться, потому что, ну, действительно так. Спасибо за рекламу, Дарья Николаевна. Режиссеры, пользуйтесь. Да. Дарья Николаевна, вот вы все время, насколько я знаю, работаете с классикой. То есть, вы предпочитаете такую классическую драматургию. А современные пьесы никогда не хотелось поставить? Вот что-нибудь прям совсем такое вот прям... У меня была постановка. Была, да? Да, у меня была постановка. Очень интересная пьеса. Такой драматург современный Екатерина Нарши. У нее была пьеса... То есть, у нее существует пьеса «Метель-аттракцион». У меня был спектакль, репризный спектакль, где наши замечательные актрисы играли. Такой очень... И еще у меня был такой любимый опыт столкновения с современным драматургом, к сожалению, ныне покойной Еленой Греминой, у которой блестящая пьеса «Мата Хари». Да, там события происходят сто лет назад. Это вот как раз период с начала 1905 по 1928 год. Но написана эта пьеса сейчас нашим современникам, и поэтому совершенно другой взгляд на всю историю. То есть, у меня нет такого предвзятого отношения к современной драматургии. Просто классическая драматургия, та, которая дошла до наших времен, это те произведения, которые говорят о вечном. То есть, неважно, чем я сталкиваюсь там, тем, естественно, хочется всегда говорить о том, что волнует меня, кем я являюсь. То есть, проблема женщины в мире, проблема самоопределения себя, поиска, женщины во власти. Ну, это не про меня, конечно. Конечно, абсолютно. Но, в смысле, проблемы женщины. И там клевета на женщин. То есть, я всегда очень серьезный анализ провожу. Как подготовка идет серьезная. Да, да, да. Дарья Николаевна, хотела спросить, но все-таки вот бытует мнение, что профессия режиссера – это все-таки мужская профессия. Что вы об этом думаете? Не знаю, мне кажется... Я, с одной стороны, такая антифеминистка в испорченном понятии современном феминизма. То есть, я очень за разделение полов. Для меня вот женщина должна быть женщиной, мужчина должен быть мужчиной. Но творческое начало женщины во все времена никто не отрицал. И, кстати, родоначальница того именно настоящего феминизма была Агнеса Копетинская, которая, собственно, там еще в 15 веке провозглашала права женщины на самоопределение. В общем, она писала замечательные трактаты, пьесы. То есть, в общем, женщина во все времена хотела проявлять свою какую-то сторону души через произведение искусства. Ну, я поясню, что имела в виду Полина, насколько я понимаю. Просто творчество, как в общем понимании, конечно же, подвластно женщине, безусловно. Понятно, жесткий администратор. Режиссура, да, это такой, ну, такой инженер в искусстве. Я так, ну, как бы вижу эту профессию. Действительно очень точная техническая наука. Нужно в голове держать кучу информации, знать где, куда, что, кто, зачем. Видеть всю картинку от начала до конца. Вот я, ну, позволю себе сказать комплимент по поводу Дарьи Николаевны. Я работал со многими режиссерами за свою творческую карьеру и, надеюсь, еще и поработаю со многими. Вот Дарья Николаевна, это тот пример режиссера, который приходит на спектакль с абсолютно полной информацией в голове того, что она хочет и от артистов, и от всех остальных там, да, цехов. Это и свет, и звук, и хореография, и музыка. У нее, вот, как бы вся картинка до начала работы в голове уже есть. Вот как у архитектора, да, вот он начинает здание рисовать, но он уже понимает, что это будет за здание. Вот поэтому мы с Полиной такой вопрос, собственно говоря, и хотели задать. Вот в этом заключается мужская стезя данной профессии. Женщины все-таки более ветреные, они более такие воздушные, они более такие, ну, вот актриса женщина, да, художница, да, танцовщица, да, даже музыкант абсолютно. А вот режиссер все-таки, наверное, мужская больше профессия. Ну, может быть, склад какой-то. Я просто делаю в том, что я с детства, с одной стороны, да, конечно, гуманитарий, но я очень любила точные науки. Вот как ни парадоксально, у меня любимыми предметами была алгебра, геометрия, химия. Вот, вот я об этом все-таки говорю. Вот оно, зерно, да, где всех ваших, так сказать, управленческих качеств. Наверное, да. Умение разложить все по полочкам и все, так сказать, структурировать, чтобы все было четко, по плану. Да, я всегда любила даты, цифры, то есть вот... Точные науки. Ну, иногда, наверное, спрашивают, типа, зачем, вот зачем в школе детям знать вот эту какую-то информацию. Мне кажется, вот само развитие интеллектуальных способностей ребенка очень важно в дальнейшем, неважно, какую стезю он выберет. То есть мне практически оказалось полезным из знания дат трех пунических войн и в каком году был разрушен Карфаген и почему. И, ну, а если так говорить, какие-то химические формулы, конечно, уже что-то подзабылось, но в тот момент, а это тоже была непростая информация. Решение уравнений помогает решать какие-то задачи в жизни. То есть вот здесь насколько... Меня просто, мне повезло с родителями. Меня развивали очень гармонично. У меня, потому что семья делилась напополам. У меня, с одной стороны, папа врач, замечательный совершенно, заслуженный врач России, профессор такой. А медицина – это вообще та наука, которая очень аккуратно относится к новаторству, к новшествам. И то есть это абсолютно человек, мало того, он у меня онколог-радиолог, поэтому я с детства обожала слушать его лекции дома. Это, значит, когда он рассказывал об Энрико Фермии, когда он рассказывал о массе радиоактивных веществ, там полураспад время, какой вот урана... Наши зрители думают, господи, какое было тяжёлое детство у ребёнка. Наоборот! А при этом вся остальная семья, то есть бабушка, дедушка и мама у меня художники. Такая творческая, творческая среда. Поэтому вот здесь вот... Лирики и физики. Абсолютно. Поэтому здесь у меня, значит, полураспад, а здесь у меня картины... Я очень любила Босха, Брейгеля, я вообще не понимала импрессионистов лет до 10. Я говорила, мама, это какая-то мазня, а вот дай мне что-нибудь красивое. Вот там Рубинса, например. Я обожала Рубинса. Значит, вот эти все дома альбомы, я всё это рассматривала. Естественно, музей. Музей мама проклинала тот час, когда этот ребёнок повёл её в музей, потому что через три часа у мамы болела спина, ноги, всё. Она хотела сесть, выпить чашку кофе. Ребёнок говорил, нет, подожди, мама, там ещё вот столешница мозаичная. Ну вот я была таким... То есть тебе вот самая как раз золотая середина, да? То есть одна половина тебя – это абсолютно точный, да, техничный какой-то склад ума, а вторая половина абсолютно творческая, такая вот свободная, лёгкая, парящая. Вот и ответ на вопрос, как получается такие... Конечно, хорошие режиссёры. Да, хорошего режиссёра, да. Надо, чтобы с одной стороны были связи, а с другой стороны абсолютно всё по полочкам и всё очень правильно расставленные акценты. Тарья Николаевна, ну вот актёры, они как дети. Вот я, допустим, со своим партнёром, своим ведущим Денисом Светличным зачастую не могу найти общий язык. Ну какие-то всё равно бывают, человек экспрессивный, творческий. А у вас их такое количество. Как вы вообще с ними находите общий язык? Не знаю. Я не знаю. Не нахожу, да? Как сделать так, чтобы они слушались? Мне когда-то сказали, нужно петушиное слово. Наверное, вот какое-то есть петушиное слово. На самом деле люблю. Вот я очень люблю артистов. Наверное, как детей. Вот в принципе, а как вот мама справляется с детьми? Да, они тоже и хулиганят, и спорят, и какие-то там, скажем, косячат. То есть, мне кажется, всё решается... Вообще, мне кажется, что в мире всё должно решаться через любовь. Это я полностью с вами согласна. Да, Николаевна, вот в отличие от вашей семьи из детства, да, ваших родителей, у вас, у самой, собственно говоря, семья творческая со всех сторон. Да, я сейчас говорю о вашем муже. У Дарьи Николаевны замужем за очень известным актёром российским и театра и кино Сергеем Ломбаминым. Сейчас покажут, конечно, его фотографию, думаю, что все зрители, естественно, его узнают. Человек медийный, снимающийся, снимающий, играющий в театре. Вот. Но вопрос мой заключается в другом. Вот, ну, во-первых, как долго вы вместе? И я так понимаю, что ваше становление именно театрального режиссёра, оно случилось уже, будучи в союзе с Сергеем. Правильно? Тогда у меня вопрос. Это как-то повлияло, вот, быть замужем за актёром на выбор вашей дальнейшей профессии? Ну, или наоборот, может быть, в союзе, господи, ну, зачем я в это полезу? У нас вообще очень смешная история. Я уже говорила, когда я пришла в Чукинское училище, меня пригласили на курс, на дипломный курс. И там меня увидел как раз Серёжа. И как-то так получилось, что вот между репетициями у нас буквально, вот мы что-то репетировали, 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 а я тоже, я пришла там на другую репетицию посмотреть, как он репетирует в одном спектакле. И вот ему хватило, как он там рассказывал, пяти секунд, как я вот вошла в зал, он меня увидел. А мне хватило вот этого монолога. Он вышел, значит, с монологом Фёдора Карамазова, значит, из одноимённого произведения Достоевского. И всё. И вот это вот какая-то такая взаимность. Вот недаром говорят, мужчины любят глазами, а женщины ушами. Женщины любят талант. Да, женщины любят талант. И это, конечно, безусловно. Да. И дальше мы так быстро, мы всё время были в работе, а так как я как раз у меня происходил этот переход, становление, переход к драматическому режиссёру, то мы, у нас даже времени не было общаться, мы очень быстро поженились. Через сколько? Ну, вот как мы друг друга увидели, а потом прошло три месяца, и мы уже пошли... То есть через три месяца просто от первого знакомства, первой встречи. Да, да, да. А это можно назвать любовью с первого взгляда? Да, наверное, наверное. Тогда у меня такой вопрос. Скажите, всё-таки это была молодость, через три месяца поженились, и так удачно сложились обстоятельства, что вы друг в друге не ошиблись, и вы живёте по сей день? Если сейчас произошла бы встреча, у вас с опытом прожитых лет, уже с мудростью, случилась бы такая ситуация, или уже всё-таки всё было бы по-другому? Я думаю, это опыт моих родителей, потому что моя мама, мой папа сделал предложение моей маме на третий день знакомства. Вот у них вот скоро будет 50 лет вместе. Законного брака, любви и всего. Они гуляют за ручку, в общем, не расстаются ни на... Врач и художница. Да, вот. И то есть у Серёжи тоже родители как-то вот очень тоже быстро там поженились. Насчёт того, что сейчас, я не представляю. Мы как бы всю жизнь вместе. Мы вместе, вот у нас скоро будет 28 лет. Даша, вам всё-таки помогает брак с актёром в вашей профессии, или наоборот мешает? Лезет там со своими советами? Мы же актёры, все любим советовать режиссёру, как нужно ставить, как нужно делать, как нужно играть. Вам кажется, что вы лучше, да? Знаете? То есть здесь он же мой, он должен всё знать сразу, он же должен, ну как? Как он может не выучить текст? Он должен его знать вот прямо вот до того, как я его ещё ему дала. Как говорят, женщина, у меня есть моя зарплата не моя зарплата, твоя зарплата, наша зарплата. А ты так с личным временем, да? Да. Твоё личное время – это наше личное время. И просто я была, наверное, ужасным для него режиссёром. То есть как он меня выносил. Ну и вот тут я просто для себя поняла, что я очень люблю, очень уважаю этого человека и намного лучше. То есть он для меня, наверное, главный советчик. Я не выпустила ни одного спектакля без того, чтобы там вот какой-то период выпуска. Он приходит, садится в зал. И даже это мой, это вообще мой первый критик и первый помощник. Он, когда я прихожу, говорю, я не знаю, что мне делать, я их убить готова. Он говорит, всё спокойно, всё нормально. Он тоже любит моих артистов, он приходит, он старается помочь ему всё. И чаще всего он говорит, всё хорошо. И, конечно, даёт какие-то очень такие со стороны важные советы. Дарья Николаевна, а он вообще вас критикует и вообще как вы относитесь к критике? А я нормальный человек, я люблю, когда меня хвалят. Я люблю, когда мне говорят, что я самая-самая замечательная. Вот эти и вот... А остальное оставьте, пожалуйста, при себе. А самое главное, вот когда человек, например, приходит и начинает мне говорить, как я вот всё потрясающе сделала, мне сразу кажется таким умным. Знаете, Дарья, я очень хорошо вас понимаю. Да, да, да. Ну и как вот прям не глупый человек, вот сразу всё понял. Да, молодец. Так, ну что, дорогие мои, Дарья Николаевна, как уже мы, обрачи, акцентировали ваше внимание, пришла сегодня не с пустыми руками, это реквизит из одного из последних спектаклей Дарьи Николаевны. Вот, мы с ней связывались до программы и предложили ей поговорить более, как предметно о каком-то одном спектакле, потому что на все времени не хватит нашей программы. И вот Дарья Николаевна выбрала спектакль «Королева», который она поставила по пьесе Александра Дюма «Нельская башня». Я ничего не перепутал? Нет. Ну тогда расскажите нам об этом спектакле, что это за реквизит, зачем он здесь и чей это реквизит, и почему этот спектакль ваш любимый спектакль? Дело в том, что, наверное, к этому спектаклю был самый долгий путь, там была одна попытка его постановки, потом переделка, переписывание пьесы, другой состав, и как бы очень был серьезный сбор материала с выездами на места событий. К сожалению, погрузиться в атмосферу 1314 года невозможно, но приехать там, где еще остались эти все места... Речь идет о Париже. Да, речь идет о Париже, о королеве Маргарите Бургундской. Тогда еще можно было выезжать на места, так сказать, событий. Была возможность. Да, получается, что я к этому спектаклю собирала материал около 12 лет. И то есть, конечно, серьезно там, и оказалось, что среди друзей-друзей есть профессор Сарбонна, который мне там рассказывал, прислал какие-то материалы, еще что-то. Но я не хочу сказать, что у нас это прям такая реконструкция, реставрация. Нет, во-первых, это Дюма. Дюма, это я на нем выросла, как все советские дети. То есть это книжки в большей мере, конечно, потом фильмы любимейшие. Ну как, представить советского ребенка без Дюма и трех мушкетеров просто невозможно. Но, тем не менее, Нельская башня – это не три мушкетера. И Нельскую... Ну, три мушкетера знают многие, да, наверное, все. Ну, любой образованный культурный человек, по крайней мере, знает, про что это. А вот Нельская башня, ну, скажем так, для обывателя название незнакомое. Расскажите нам, о чем этот спектакль. Ну, так вкратце, чтобы не раскрывать подробности. Да, конечно. Потому что наши телезрители, я надеюсь, сходят после нашей программы к вам в театр и посмотрят и эту, и другие какие-то постановки. Ну, в общих чертах. Да, этот у нас недаром, что спектакль в итоге получил название «Королева». О чем спектакль? Да, спектакль... Почему я сделала акцент на Дюма? Потому что история очень относительная, имеющая к реальным событиям того времени. Конечно, это придуманная, конечно, это приключенческая история. Ее даже сравнивали там с популярным западным сериалом «Игры престолов», потому что она такая... Ну, только без драконов. Драконов у нас нет, никто, к сожалению, не летает, или к счастью, и зрители мы огнем не будем побывать. Вот. История достаточно трагичная, но при этом... История королевы Франции, правильно я понимаю? Королевы Франции, королевы Бургундии, Навары и Франции, которые... Вся история проходит за два дня, чуть меньше двух дней. На момент ожидания возвращения ее короля, ее коронации. И вот дальше, вот за эти два дня происходит такая плотность событий, которая меняет вообще историю всю Францию. А это уже действительно, потому что из-за королевы Маргариты Бургундской погибла, можно сказать, династия Капитингов. В том числе и из-за нее. Приложила руку. Да. И вообще очень много... И надо сказать, что действительно солический закон был введен. Но это закон, ограничивающий женщин в правах. И главное, ограничивающий их возможности распоряжаться своим имуществом. Я вам даже больше того скажу, если вы посмотрите по историю, больше королев во Франции не было. После Маргариты Бургундии. Да. То есть за несколько дней так все повернулось, что, в общем, Франция решила больше таких ошибок не повторять. Так, ну, реквизиту. Красота, красоте переходим. Меч, кинжал. Это говорит о том, что в спектакле у вас есть какие-то сцены фехтовальные, правильно? Я вообще считаю, что... Или у вас меч для красоты висит, как у Чехова ружье. Что сейчас для зрителя даже самые трагические, серьезные спектакли все равно отчасти должны быть Диснейлендом. Ну, потому что приходит зритель. Имейте в виду, элемент шоу должен быть, да? Ну, то, что шоу. Зрелищность. Это элемент втягивания зрителя. Ну, есть, как мы говорим, греки говорили про катарсис. А чтобы получить катарсис, надо вначале полностью погрузиться. А чтобы полностью погрузиться, надо оставить свою реальность. Как я всегда говорю артистам, говорю, сделайте так, чтобы на два часа зритель оказался в 1314 году в Париже. В ноябре месяце. Точнее, 29 ноября 1314 года. И вот дальше мы постарались сделать все вещи, которые будут удивлять. Реальное, настоящее. Денис, вы должны оценить. Значит, это меч, да. Килограмм, не знаю, 6-7, наверное, может, мне кажется, да. Может быть, 5. Но тяжелый, тяжелый. Да, это настоящее железо. Отличается от боевого отсутствием заточки. И, как вы видите, вот здесь вот безопасный. Но затачивали тогда мечи только нижнюю часть. Вот. Кровосток присутствует. Все как бы. Все по-настоящему. Это настоящий тренировочный меч. Угу. То есть очень опасный. И актеры работают с такими мечами. Да. Потому что все бои, которых много в спектакле, ставили замечательные, профессиональные постановщики. Это и братья Мазуренко, знаменитые наши постановщики. Да, да. Дуэт. Бритер. Бритер, да. И замечательный наш каскадер Юрий Сесоев, у которого своя каскадерская школа. Мы же знаем Юрий Васильевич, Сесоев. Да, да, да. Он и актер, кстати, очень известный, и каскадер. И вот, то есть вы представляете, да, на один спектакль три постановщика боев. Потому что одно неверное движение... И голова с плеч. Ну, если не голова с плеч, но травмы очень могут быть серьезные. Мало того, у меня дерутся там все. Они еще дерутся табуретками, столами, лавками. Так, чтобы это не развалилось во время спектакля, это все на железной основе. И вот представьте себе, если в артисты с одной стороны летит меч, с другой стороны табуретка на железной основе, или просто железная табуретка, то выжить сложно. Да, я хотел спросить, у вас декорации как расходный материал, да, в спектакле? Как каждый спектакль новый. Главное, чтобы артисты не шли как расходный материал. Да, это очень важно. Помимо затупленных... А вот этот вообще кинжал очень интересный. Вот если мы говорим, вот мужское оружие. Хотя у нас и женщины, мало того, женщины не столько дерутся с мечами, королева у меня танцует, причем с двумя мечами. Причем если вот Денис, вы посмотрели, да, вот что он тяжелый, а вот когда в конце спектакля, к финалу, героиня танцует с двумя мечами... Она занимается в зале тяжелой атлетикой. Им хватает репетиции. Понятно. А женское оружие того времени, ну, женщина же существовала мирное, зачем ей большой меч? Очень такой красивый кинжал, который придает мужественность, с кривым лезвием. Исторически это было сделано для того, чтобы рана получалась рваная и незаживающая. Коварная женщина. Женщина коварная. Вот, и вот этот вот как раз, вот, Полина, попробуйте, он у нас заточен. Ага. Потому что вот этот кинжал, он втыкается. По месту назначения, да? Да, по месту назначения. Желательно куда-нибудь в сердце, там или в мягкие ткани. Нет, на сцене он втыкается. А, на сцене он втыкается. Поэтому у нас еще идет, что актеры работают с заостренным оружием, то есть, которое очень травмоопасно. Вот. Но все это, конечно, добавляет зрелища. Но технику безопасности, я так понимаю, тоже все равно на должном уровне. Ну, как и в любом театре, естественно. Куда бежит? Вот. И это тоже не совсем, то есть, это доведенные дума, но основа, это подлинная здесь вот латунная корона с натуральными камнями. Какая красота. Да, с натуральными камнями. И она повторяет вот венец, который надевается. Это не коронационная, естественно, корона, но это венец, который надевался во время каких-то приемов в Королевском дворце. Вот я хочу просто, чтобы Денис тоже оценил, как это выглядит. Да, вот. Тяжелая? Ага, сейчас, секундочку. Тяжелатая шапка, мы намахаем? Нет, очень, знаешь, как будто всю жизнь носила. Ну, конечно. Вот как будто, да, фейр делается. С другой стороны, вот теперь понятно, почему я очень люблю актеров, я очень люблю красивых женщин, красивых мужчин. И красивую женщину подать каким-то вот таким вот к вопросу, почему исторические спектакли? Я понимаю, мы все любим джинсы, спортивные костюмы, худи и куда-то. Но ведь когда на женщину надеваются вот такие кошельки? Я себя сразу почувствовала королем. Ну, нас, актеров, не надо вообще агитировать, кореневаться. Вот мы это дело любим. Я понимаю, о чем говорит Дарья Николаевна. Но действительно, когда ты надеваешь на себя исторический костюм, это вот как... Есть такое, да, актерское понимание найти характер, да, вот своего героя, персонажа. И зачастую вот это действительно так, это вот магия. Когда ты надеваешь на себя костюм исторический, вдруг появляется характер. Конечно, вещи настолько волшебные и настолько мистические. И спина... Вот подожди на Полину, смотрите, да, у нее сразу и спина выпрямляется. Да, то есть так я сутулюсь встанет. Нет, подбородок, уже вот это стать королевская. А еще ей это очень идет. Начинает прослеживаться. Ей это очень идет, невероятно. Вот сразу, на самом деле, вот Полина сразу в этом виде действительно напоминает сошедший из каких-то полотен того. Я сейчас возьму вот так. Да, чтобы, да, охранять. Да, мне вот так вот даже вот уже в руках удобнее. Конечно. Дарья Николаевна, с вами можно разговаривать вечно. И, конечно, с любым творческим человеком. У вас огромное количество историй. И это, я уверен, интересно и нашим зрителям. К вам, Дарья Николаевна, у меня такая просьба. Мы обычно гостей, скажем так, интервьюируем, «Блиц-опросом в финале нашей беседы». Это 5-6 вопросов таких, которые нужно так, ну, достаточно быстро ответить. Хорошо. Да, договорились? Ну, первый простой вопрос. С чего начинается ваше утро? С зарядки. С зарядки. Ну, а почему нет? Нет, я просто смотрю сзади. Потому что мое утро начинается с трех или а то и четырех чашек кофе. И какого-то прихожая. А я вот всегда мечтала себя почувствовать. Так вот проснулась. И сразу йога, гимнастика. Нет, чуть-чуть, чуть-чуть. Два-три упражнения, причем лежа в кровати. Когда-то давным-давно меня научили именно такой медицинский, чтобы ничего не болело. Потому что в нашей профессии, не дай бог, как только что-то заболит, ты просто сразу начинаешь себя чувствовать выпавшим из процесса. Поэтому вот эти два-три упражнения в кровати, а кофе вот потом обязательно. Так, хорошо, ладно. Самое главное ваше достоинство, по вашему мнению? Как человека, как режиссера? Я надеюсь... Может, как же? Я надеюсь умение любить. Умение любить. А недостаток? Умение любить. Особский ответ. Дарья Николаевна, хотели бы вы дружить с таким человеком, как вы? Не знаю. Первый человек, кстати, в нашей студии, который отвечает на этот вопрос, не знаю. А, нет, был один ответ. Нет. Нет. Однозначно. А жить с таким человеком хотели бы? Точно нет. Точно. Ну, это, в принципе, закономерный ответ любого творческого человека. Ну, и у меня еще два таких философских вопроса. Первый. Если бы была возможность поговорить с собой, 18-летний, что бы вы сказали себе в первую очередь? Работай больше. Ну, и финальный вопрос. Если бы, опять же, была такая возможность, фантастическая, пообщаться несколько минут с любым человеком, жившим, живущим на земле. Вот, абсолютно с любым. Кем бы был этот человек? Кто бы был этот человек? Достоевский. Федор Михайлович. Спасибо, Дарья Николаевна, за то, что вы к нам сегодня пришли, уделили нам внимание, нам и нашим телезрителям. Знаем, что график у вас очень плотный, работы много, репетиции, спектакли. Дарья Николаевна, кстати, еще и преподавательской деятельностью занимается. Об этом мы вообще не поговорили. Поэтому у меня предложение. Вы к нам еще приедете в гости обязательно. С удовольствием. Через какой-то период небольшой времени, и мы уже обсудим и остальные ваши спектакли, вашу педагогическую деятельность. И наверняка уже какую-то премьеру к этому моменту. Которое уже, да, наверняка отличается, потому что творческий человек без дела сидеть не может. Ну, в общем, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. И до новых встреч. Тогда договоримся так. Да, спасибо. Ну, а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся через несколько секунд. Не переключайтесь. Ну что, дорогие друзья, ходите в театры, обогащайтесь культурно, нравственно, духовно и просто хорошо проводите время. Ну, а от интересных бесед пора переходить к не менее интересным и, самое главное, очень полезным советам. Ну, а что самое главное для каждого человека? Ну, конечно, его здоровье. Смотрим рубрику про здоровье. Доброе утро, уважаемые телезрители. И с вами я, Юлия Крюкова, в рубрике про здоровье. Сегодня я хочу продолжить мини-рубрику «Утренние ритуалы». Помните, мы с вами говорили о скороговорках. А сегодня я хочу вам посоветовать подумать о зарядке. Очень много видов зарядок, которые вы можете найти как в печатных, так и в интернет-источниках. Я вам предлагаю сделать свой комплекс. Проработайте этот комплекс для себя, чтобы зарядка, если вы ограничены по времени по утрам, занимала у вас не более 10 минут. Чтобы вы прорабатывали руки, тело, ноги и максимально быстро ее заканчивали. Но главное правило – это зарядка должна быть регулярной. Плюс к своей зарядке вы можете подключить специальный инструмент, так называемый диффузор, который будет производить ароматизацию помещения, в котором вы делаете зарядку. Сюда вы можете использовать эфирное масло мяты, эвкалипта, лавра. Это все те масла, которые способствуют профилактике бронхолегочных заболеваний и настраивают вас на позитивное, активное занятие спортом. Я вам рекомендую, чтобы ваше утро было продуктивным и интересным использовать этот ритуал. Попробуйте хотя бы неделю, а дальше примите для себя решение. Я желаю вам доброго и полезного утра. Как говорил Гиппократ, гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь. Ну уж кто-кто, а Гиппократ в этом толк знал. Так что давайте прислушаемся к его советам. Ну а чтобы быть не только здоровым, но и красивым, я, конечно, в первую очередь обращаюсь к нашим телезрительницам, нужно в совершенстве овладеть секретами красоты. А поможет вам в этом наша очаровательная Ксюша Антонова и рубрика «Про бьюти». Смотрим! Всем привет! С вами я, Ксюша Антонова, и вы смотрите «Про бьюти». Наша сегодняшняя тема – кисти для макияжа. Для более легкого и корректного нанесения декоративных продуктов используют кисти. Их различают по зонам, где они применяются – для лица, губ, бровей, глаз и скул. Они могут быть из натурального ворса или искусственного. Из искусственного используют растушевывая жидкие средства или на кремовой основе. Натуральные хорошо работают с сухими пудровыми текстурами. Лучше купить меньше, но хорошего качества. Они позволят избежать плохую растушевку и неровности. Сколько кистей нужно для нанесения тональных средств? Как минимум три – плоскую синтетическую для тонального крема и две пушистые натуральные для румян и пудры. Плоская синтетическая кисть пользуется популярностью как у профессиональных визажистов, так и у новичков. С ее помощью можно легко распределить тональный крем максимально тонким слоем. Важный момент. Чтобы зафиксировать макияж, используйте похлопывающее движение кистью. Не растягивайте ее по лицу. Так вы только сдвинете тональный крем. Кисть для румян сухих текстур сделана из натурального ворса. Она намного меньше размера, чем для пудры, так как предназначена для нанесения средства более локального. На яблочке щек и скулы. Такая кисть нередко имеет скошенный край для более удобного распределения средства. Плоская широкая кисть с ровным или косым срезом идеально подходит для растушевки сухих пудровых румян. С ее помощью можно подчеркнуть линию скул, заострить подбородок или сузить края носа. На сегодня это все. Вы смотрели «Про бьюти» с Ксюшей Антоновой. Желаю вам приятного дня! Чем порадует нас день сегодняшний, нам расскажут звезды. Итак, овны. Сегодня апатия в личной жизни может привести к моральному истощению. Не гоните от себя чувства. Если они есть, подарите их лучше близкому человеку. Тельцы. У вас сегодня хороший день для общения и поездок. Если предложат командировку, не отказывайтесь. На работе может прибавиться работа и ответственности. Постарайтесь не говорить коллегам и начальнику все, что думаете. Теперь близнецы. Для вас сегодня удачный день для дальних путешествий. Поэтому близнецам не следует сидеть дома. Наоборот, выезжайте куда-нибудь, встречайтесь с новыми людьми и не отворачивайтесь от перемен. Звезды рекомендуют ракам быть осторожнее в дороге и в быту. Сегодня ваша энергетика приобретает разрушительную форму. Возможно, серьезные и препятственные пути к достижению цели. Зато творческая сфера подарит массу приятностей. Ваши таланты неоспоримы. Не закрывайтесь от общения. Львы, а вы, возможно, станете свидетелями какой-то словесной перебранки. И как результат получите вызов и создадите конфликт. Для устранения неприятностей нужно лишь позвонить человеку, который знает больше, чем вы. Девы. Ваш сегодняшний девиз. Кто ищет, тот всегда найдет. Сегодня вы будете по-настоящему счастливы, что обрели новых друзей и обнаружили в себе массу новых талантов. Весам будет трудно настроиться на работу. Грядет день рождения. Ну, а вы не в нужной форме. Да и собрать друзей еще не успели. Естественно, половина вопросов будет все тело зависеть от денег. Их недостаточно. А нового источника дохода пока нет. Подумайте насчет кредита. Вот такая рекомендация. Да, подумайте, отзывет. Интересно. Им банки процент не приплачивают. Да, мне кажется, да, да, да. Скорпионы, а вам сегодня, возможно, захочется покопаться в прошлом. Но больше будет волновать не то, как жили вы, а то, как вели себя родственники. И учтите, что не все то золото, что блестит. Радуйтесь мелочам. Стрельцы, сегодня во всем будете видеть фальшь и подделку. Даже знакомая работа покажется чем-то непонятным и запутанным. Ну и как снег на голову свалится давний друг. Ну, мне это кажется положительным все-таки моментом, когда хорошие друзья сваливаются, как снег на голову. Конечно, конечно. Текущий день вернет козерогов в ту атмосферу, от которой они недавно убежали. Где-то вы дали слабину козероге. Вот и угодили в западню. Тем, кто ищет новое место работы, повезет. Но предстоит долгая дорога, учеба, командировки и вложение денег. Если готовы к такому повороту судьбы, то ничего не бойтесь. Гороскоп обещает водолеям превосходный день, в котором будет масса положительных моментов. Комеги, коллеги заметят довольную улыбку на вашем лице и даже поздравят вас с чем-нибудь. Надеюсь, что есть с чем вас поздравлять, дорогие водолеи. На этот день рыбы наметили много разного. От заграничной поездки до продажи квартиры. Но, рыбы, остановитесь, не спешите. Если хочется все задуманное поплатить в реальность, то суетиться не нужно. Ну что, мои хорошие, программа наша подошла к концу, но день только начинается. Поэтому мы с Полиной рекомендуем вам провести его в хорошем настроении, с улыбкой на лице. Ну а мы, мне кажется, сделали все возможное для этого. А мы будем ждать вас завтра на том же месте и в то же время. Пока! Субтитры подогнал «Симон»